Всем привет, всем здрасте дорогие друзья, с вами Кисель и в этом видео мы будем с вами разговаривать касательно построения pvp фитов для наших кораблей. Да. Но, прежде чем мы начнем, это моя точка зрения, это я так вижу. Возможно вы с чем-то будете не согласны и пожалуйста пишите об этом в комментариях, естественно аргументируйте все это дело, обсудим, да и людям, которые смотрят данное видео, когда они спустятся в комментарии, будет полезно это как минимум почитать, посмотреть. Ну что ж, обо всем подробнее в дальнейшем, а с вас как всегда лайк, подписочка, колокольчик, а с меня контент. Поехали. И да, вы конечно можете поставить себе фит, как вот было в том видео, самый живучий фит, вот там показан данный корвет, и у него большое количество щита накопителей и так далее. Но, ребята, вам это не поможет в данном моменте, потому что в pvp есть очень много наиприятнейших экспериментальных эффектов у вооружения, которые могут вам испортить настроение, скажем так. Банки у нас сбиваются с помощью рельс, не забывайте об этом. Начнем просто. Щитогенератор. Чем жирнее, в принципе, тем лучше, поэтому в основном все используют призматические щиты. Нет, есть, конечно же, люди, которые используют двухпоточку, но они еще обычно используют очень быстрые корабли, летают задним ходом и стреляют у вас с расстояния там 6-7,5 километров в зависимости от их фита, но такое встречается редко. В основном призматические щиты с такими вот улучшениями. Усиленные щиты и экспериментальный эффект, которого здесь, к сожалению, у меня нету. Называться он у вас будет. Высокая емкость. Увеличивает оптимальную прочность вашего щита еще на 8 с копейками процентов, если верить Криолису. А он временами подбирает. В pvp в этой игре как у нас проходят дела? Если вам вынесли ваш щитогенератор, вам конец. Если у вас даже большое количество армора, не забывайте про такую великую штуку, опять-таки, как рельса со сверхпробитием, которая будет выносить практически все ваши модули совершенно спокойно. А если это еще и имперский молот с таким эффектом экспериментальным, то прям будет весело. Плюс, когда вам снимают щиты, ваши движки остаются без защиты, и они внешнее оборудование. И если вам вынесут движки, то вас начнет болтать. А вам, скорее всего, их вынесут. Не забывайте то, что у нас еще есть такие штуки, как ракеты-гонщие, да и вообще ракеты. Так что держите в уме, что щиты нужно придержать как можно дольше. Но если будете лететь задом и стрелять в противника, то тогда движки у вас могут сохраниться. Но не забывайте сверхпробитие до движков ваших может добраться. Это говорю сейчас опять-таки про рельсу. Ну и поскольку мы используем такую сборку на призматических щитах, нам нужно и подобаючи подготовить наши усилители. Тут не работает такое правило, что нам нужно 4 в жир, 4 в резисты, как с двух поточками на термале. Тут немножко по-другому. Здесь следующая картина. У нас один усилитель щита будет с универсальной защитой, которая поднимает нам резисты по всем нашим параметрам. Один усилитель щита исключительно на термал, то есть термостойкий. А остальное все уже, друзья, жир, жир и еще раз жир. То есть надежный усилитель щита и суперконденсаторы. Да, кстати, суперконденсаторы тут бы еще тоже не мешало поставить. И таким образом, таким образом мы ставим в общей сложности 6 усилков и 2 теплоотводные катапульты для банок. Сейчас к ним перейдем, не волнуйтесь. С кораблями размеров такие, как Крайт, где только 4 слота. Ребята, я банки использую там, конечно, но я не использую теплоотводные катапульты. Да. С фердиланцами, с мамбами я не использую банки. У них там примерно 3300-3500 щита у мамбы, по 4000 щита у фердиланца. А внутренние слоты дополнительные не позволяют поставить прям жирные-жирные баночки, чтобы все это дело восстанавливать. Поэтому на тех кораблях я летаю уже без банок. То есть, мамбы и фердиланцы у меня обычно получают усилитель щита с универсальной защитой, термостойкий усилитель щита и 4 в жир. Все. Как раз таки 6 слотов получается. С Крайтами, Питонами и остальными на 4 слота получается следующее. Мы ставим просто с универсальной защитой, ставим термостойкий и ставим 2 надежных усилителя. Как-то так. Ну, а на кораблях меньше, ребята, там уже, ну вот, надо вот искать эту некую грань. Но термостойкий я бы там все-таки поставил. Потому что без него у нас будет такая нормальная дыра в термале. Сейчас я просто убрал и мы получаем 6,8. И это при том, что у нас еще с универсальной защитой стоит. Это маловато. Маловато. И не забывайте то, что тепловыделение у разных щитонакопителей разного размера разное. Теплоотводная катапульта, это, конечно, прекрасно, но у нее есть конечное количество боекомплекта. Лишь только 3 единицы. Вы можете заинженерить их, у вас будет 4 в сумме. Но. Но. Вы их, конечно же, можете синтезировать. Когда по вам будут стрелять, вы их синтезировать, скорее всего, не сможете. Теперь, друзья, поговорим по поводу щитонакопителей. Утыкивать корабли прям полностью ими. Плохая идея. Плохая. Потому что теплоотводы у нас не бесконечные. Синтезировать во время боя их не можем. С помощью пучкового лазера, конечно, мы можем охлаждаться. Но не забывайте, чем выше урон у пучкового лазера с экспериментальным эффектом теплоотдачи, тем больше тепла мы отдаем. Чем щитонакопитель большего размера, тем больше тепла он выделяет. И время раскрутки, это очень важно. Поэтому адаптивный щитонакопитель ставить, ну, такое себе. Ибо, опять-таки, рельсы. Все-таки я бы вам рекомендовал поставить быструю зарядку. Если что, в колонии, да, в 4 гайки можно делать. Но в Шенрарте Дезер есть инженер. По нему есть видео. Он может ставить в 3 гайки. И, конечно же, не забывайте, что мы их используем попарно. Что это значит? Вот, допустим, две седьмые банки использую одновременно. Прожимаю один теплоотвод и две банки. Все хорошо, все великолепно. Потом, когда они кончаются, я переключаюсь на другие следующие две. В данном случае две шестые. И в плане кораблей, ну вот, на корвет влезает так. На катар у вас влезет 8,6 и еще две шестые в придачу. На анаконду по-другому. На край от МК-2 можно поставить вообще пятые призматические щиты и два щита накопителя шестого размера с анаконды. На секундочку. И таким образом ставим. Но не забывайте про корпусы, про резисты. Это очень-очень важно. Собирать корабли с огромным количеством щита — это плохая затея. Потому что есть такие экспериментальные эффекты у орудия. Называется последовательность фазирования, если я не забываю. Что это означает? Часть урона, которая будет прилетать по вашим щитам, будет игнорироваться и дамажить ваш корпус. То есть, грубо говоря, условно, вас могут разобрать, не сняв вам даже щиты. А учитывая то, что если вы будете угорать по поводу большого количества щита и забьете на корпус, не поставите какую-либо переборку, не поставите усилители корпуса, то тогда, друзья, тогда у вас будет очень картонный он. И это будет сделать гораздо легче. Не обязательно на самом деле ставить композит с реактивной поверхностью, ибо, ну не то, что он дорогой, он тяжелый. На многих кораблях это будет критично, та же самая Мамба. Но сделать в толстую броню надо, чтобы было хоть что-то за щитами. Плюс, не забывайте то, что у кораблей, которые имеют большое количество дополнительного оборудования на слотов, могут себе позволить поставить и большое количество усилителей корпуса. Здесь ставим, естественно, надежное усиление корпуса и экспериментальщику, которая еще увеличит нам количество. Таким образом, усилитель корпуса у нас увеличивает его количество, но еще и резисты тоже у нас повышаются. И в сумме мы получаем следующую картину. В данном фите 5384 брони, а резисты, ну, как видите, 52, 40, 51,2. Это достаточно много. Но! Не забывайте то, что движки — это ваши внешние модули, опять-таки. Потеряете их — будет весело. Давайте на примере Мамбы смотреть, что у нас будет получаться. Сейчас стоят легкие сплавы обычные, взрыв, механическое, тепловое. Видите, это наши резисты, это наше количество хп, учитывая резисты. И просто сейчас накинем, ну, не знаю, надежный усилитель, утолщенную броню. Вроде как бы звучит просто. Минус 37, минус 17, 2 и 1, и 590 корпуса. Но все равно, друзья, поверьте, этого мало даже для Мамбы. Давайте-ка поставим композитор с трактиной поверхностью. Почему бы и нет? Корпуса уже стало 805 единиц по умолчанию. Но как бы и масса увеличилась, и скорость нашей Мамбы упадет все равно. Накидываем надежный, накидываем утолщенную броню. 21, 26, минус 37. И вот это вот минус 37, это паршиво на самом деле, выглядит плохо. Но на корпусе особо долго жить мы на Мамбе, ну, не будем и не планируем. Но хотелось бы резистике поровнее, побольше количества хп корпуса. Мы просто сейчас берем усилитель корпуса второго размера. Обратите внимание на сопротивление, которое он дает. Закидываем надежный. Получаем следующее. 32, 34, 15. Закидываем второй. 37, 39, 3, 0. Хоть как-то. Хоть как-то, но мы получили. Естественно, когда у вас таких много, то резисты у вас практически выравниваются. Еще можно сделать, скажем, по-другому. Мы берем композитор с ратиной поверхностью, опять-таки. И чтобы не ставить эти усилители корпуса и выровнять резисты, ставим термостойкий. Получаем 10, 16, 16. Тоже как вариант. Но это уже как вам удобнее, повторюсь. Ну, а здесь я не знаю. Давайте поставим сопротивление взрывом. 17, 6, 16, 0. Они ровные. И после чего берем, опять-таки, наш усилитель корпуса. Делаем его в жир. И получаем следующее. 35, 35, 35. На самом деле хороший вариант. Но ровные резисты тут особо не нужны. Ибо корпус нам нужен, чтобы, ну, либо добить противника, либо успеть улететь. Я сейчас убрал щитонакопители шестого размера. Потому что они как бы у нас выключены. Но при всем при этом, когда они унастановлены здесь, они учитываются в отображении использования нашей силовой установки. Спускаемся ниже. И появляется такая штука, как набор для усиления щита стражей. Использовать их или же нет? Скорее, скорее, наверное, нет, чем да. Но все же они могут дать нам хоть какое-то количество дополнительного щита. А в данном случае мы получаем 215, 215 и еще по 360. Ну, не так уж, что и много. Не так уж, что и много щита мы получаем. Если здесь будут стать усилители корпуса, то мы получаем гораздо, блин, больше. Вы помните, что я показывал? Что там было по корпусу, по резистам и по щитам. Что теперь у нас происходит? Давайте посмотрим. Щита 6000 единиц. Но запаса брони стала 3000. И резисты, как можете заметить, стали следующие. Так что использовать или нет? Как я и говорил, скорее нет, чем да. 1-2 накинуть можно. Больше уже я не вижу смысла. Ну, а дальше по фиту пробегает набор для усиления модуля. Не забываем его ставить. И перехватчик FSD. У нас же, как-никак, PvP-фит. Пиловая установка. Здесь все просто. Чем больше у нас будет наша силовая в плане используемой мощности, тем более мощное вооружение мы сможем поставить. Ну, те же самые вот многостолки, которые сейчас стоят. Если они будут неэффективны, а усилены, они будут жрать больше. Но, повторюсь, запас в данном корабле, в данном фите имеется. Ибо 2-6 банки не используются. Они включаются, когда отключаются седьмые. Это понятно. Если ваш фит, включая ваше вооружение, конечно же, позволяет вам поставить сюда бронированную силовую, конечно же, ставьте бронированную силовую. У нее, как-никак, еще помимо всех прелестей, ниже тепловыделение. Маневровые двигатели. Конечно же, исключительно грязная донастройка двигателя. А вот экспериментальный эффект сейчас я вам продемонстрирую на Кариолисе. Смотрите, та же самая Мамба. Просто она была открыта, на ней, собственно, и будем смотреть. Маневровые двигатели. Грязная донастройка. Скорость, скорость с форсажем. Ставим распоритель тяги. 488, 598. Хорошо. И ставим ускорители. 497, 609. Значит, друзья, ставим ускорители. За тепловую нагрузку вообще не волнуйтесь на самом деле, потому что, ну, не было такого, чтобы из-за бустом Мамба у меня сильно грелась. Даже Мамба. Так что не волнуемся. Рамочно-сместительный двигатель или же по-простому наше ФСД. Последний шанс, который позволит вам убежать. Вот большой прыжок не нужен. В большинстве случаев, ну, вы будете сами выбирать систему, куда вы полетите на, так сказать, ПВП, и туда корабль можно просто-напросто заказать. Опять-таки, мамбочка. Что у нас тут? Рамочно-сместительный 4, ну, скажем, А, допустим, да? На нем посмотрим. Что у нас есть? Ускорение запуска. Время загрузки. Ребята, это не то, как он быстро выходит в гиперкруиз. Я говорю сейчас про корабль. Это немножко другое. Когда модуль отключен, и когда вы его включаете, это как раз-таки есть время загрузки. Не путайте. Увеличенная дальность нам тут не нужна. Ребят, ставим защищенный на самом деле и не паримся. Плюс пониженная тепловая нагрузка. Не забывайте, когда вы заряжаете ФСД, у вас корабль начинает греться. Если вы еще делаете бусты, убегая от цели, ваш корабль продолжает греться. И если, не дай бог, по вам еще стреляют лазеры, которые греют ваш корабль, температура вашего корабля будет выше, нежели она была бы без него. Система жизнеобеспечения вашего корабля. Довольно, конечно, приятно, когда у вас в запасе 25 минут, но толку-то? Что 25 минут, что 5 минут? У вас выбита кабина. Вы не видите противника толком. Вам тяжело сводить ваши фиксы, не видите упреждения. Так что это проблема. Нужно повышать целостность данного модуля. Но и не стоит сильно повышать его массу. Давайте-ка сбегаем на Кариолис. Ну, поскольку, поскольку это не такой уж и тяжелый модуль, можно и поразвлекаться. Если мы поставим 4D, целостность у нас будет уже 72 единицы на примере мамбы, как вы видите. Если мы поставим А-класс, целостность будет 96. И разница в весе как бы имеется. Обращайте внимание еще на скорость на форсаже и скорость обычную. Разница не особо большая, можно дальше крутить. 4А и ставим защищенный. Масса не возросла, а целостность повысилась. Это хорошо. Распределитель питания. Друзья, всегда, повторюсь, почти что всегда ставьте быстро заряжающийся распределитель питания, еще экспериментал, куда куча, на сверхпроводники, чтобы еще выше была эта скорость. Объясняю. Это у вас будет использоваться и на вашей системе, то есть щиты, и на скорость, с которой вы сможете бустоваться. Ну, как часто вы сможете бустоваться. И не забываем про менеджмент распределителя, конечно же, это отдельная тема. И то, как долго вы сможете стрелять. То есть, допустим, у вас стоит там 5 лазеров, грубо говоря. Вы зажмете гашетку, со временем, когда распределитель опустеет, будет стрелять энное количество лазеров, в зависимости от скорости восполнения распределителя в разделе оружия. Если вы поставите распределитель питания на оружие, у вас будет выше ресурс, но скорость восстановления будет такая же. А по остальным параметрам двигателей и система будет просадка. Давайте-ка я сейчас на креолис сбегаю, покажу вам. И снова наша мамбочка. Что у нас тут? У нас тут просто импульсные лазеры с обычным 6, а распределитель мы можем стрелять 8 секунд. Ставим быстрозаряжающийся и обращаем внимание на цифры. Ресурс меньше на 5% по всем параметрам, но перезарядка выше. 36-45 это наилучшее, что может быть. Ставим, получаем 12 секунд. Это хорошо. Это реально хорошо. После чего мы просто спускаемся и ставим фокус на орудие, но задержимся на циферках. Ресурс двигателей, перезарядка, ресурс системы, перезарядка системы все хуже гораздо, чем обычный. Но зато орудийный ресурс у нас 50-60, перезарядка оружия 37-44. Перезарядка здесь точно такая же. Так что ставить его и получать чуть-чуть побольше времени пострелять спорный момент, как по мне. Я отдам предпочтение быстрозаряжающемуся распределителю. А теперь обращаю ваше внимание на щиты. 4-59-5-47 Обычный распределит питание. Ставим фокус на орудие. 5-18-5-47 А теперь быстрозаряжающийся. 3-32 Так что я думаю выбор очевиден. Вот с сенсорами ребята немножечко по-другому у нас. Смотрите в чем прикол. Тут в зависимости от фита. Если у вас корабль рассчитан на боевку на 6 километров или вы там собрали все многоствольный фит исключительно только многостволками на 7,5 километров то там уже другие сенсоры. В общем, короче бежим на крюле сейчас буду показывать объяснять. Да, просто тут еще такой прикол. Нужно пояснить. Если у вас просто дальнобойная рельса стоит, а настрея без упреждения прямо от противника вы увидите когда поставите ночное видение он у вас как-то да будет виден. Плюс такого расстояния фиксы будут сводиться очень хорошо по выбранным модулям не забывайте об этом. Но если у вас гимбл и многостволки вам нужно держать противника в локе. Наши сенсоры. В большинстве случаев я не парюсь и просто ставлю 4 А и делаю его на облегчение. Но не забывайте то, что целостность падает и угол тоже падает. Но зато масса. Масса. вместо 10 тонн целых 2. Ну и дальности в принципе мне хватает. Я не использую дальнобойные фиты пока что. Пока что. Но вот к примеру у нас стоит ну не знаю многостволка которая может стоять на 8 километров с радиусом полного урона 8 километров. Это дофига. Не 7,5 а 8. Я немножечко ошибся. Берем значит единственное что можем сделать поставить вместо облегченного дальнего действия. все. Но повторюсь это если у вас гимбл и если у вас фиксы такие как рельсы то сенсоры такие ставить естественно не нужно. Возможно я говорил довольно очевидные вещи для вас потому что вы играете в эту игру там чуть ли не самого его старта. Возможно я говорил неправильные вещи но повторюсь это то как я собираю то как я считаю фраза теперь понятно то что ты сливаешь со всем подряд это конечно интересно но не сливаюсь. Если у вас есть какие-то замечания пожелания касательно того что я сейчас вам рассказал то пожалуйста дополнить в комментариях как я говорил в начале видео заниматься в данном видосе вооружением ребята извините видос это будет минут на 40 потому что вооружение это вообще отдельная тема ибо варианты его компоновки и использования настолько обширные всеобъемлющие что в одном виде все это пихать это прям будет для вас тяжело в плане восприятия ибо отсидеть 40 минут как целый школьный урок тяжко слушая тем более меня а так не бойтесь экспериментировать используйте различные варианты сборок если хотите как минимум я это делал когда летал на вп стримах я даже умудрялся на крайте разбирать фердиланцев и да при этом я не использовал истребитель чтобы это было максимально честно также тот же самый край прогонял анаконд шинрарт и при этом пвп заточенных анаконд которые искали кем бы поживиться так что ребята думайте думайте но есть одно но в этой игре есть одна проблема пвп мертво прям прям реально мертво ничего кроме проблем вы тут не получите вам придется долго ждать и искать противника чтобы так сказать выйти с ним один на один либо перехватить какого-то краба уничтожив его вы можете даже схватить плохую репутацию потом еще отмываться ждать на станции никакого положительного эффекта не получите денег не заработаете ничего что было внутри у него в грузовых отсеках вы не получите это вам не и в онлайн тут у нас все по другому этой игре срочно нужно поощрение пвп и его наказание из серии системы где это можно делать где нельзя чтобы задавали денежку часть того что было в корабле либо часть его страховки просто иначе заниматься этим смысла нету кроме как повышение собственного эго до небес либо чисто фановые затеи фановый движ который был у меня на пвп стримах чисто ради фана ну естественно конечно я там еще набивал руку